Друзья, у экс-соторонника КГБ внешней разведки Сергея Жирнова есть тотальный инсайт, почему не было Николая Патрушева и Рамзана Кадырова на послании Путина к федеральному собранию, почему Патрушев летал на Кубу, для чего, встречался ли он там, возможно, спокойным пригоженным, похорон Алексея Навального, что будет дальше, возможно ли крыльевский заговор, все это мы обсудим с Сергеем Жирновым. Сергей, приветствую вас. Привет, Даша, и привет всем нашим зрителям. Я бы хотела начать с послания Путина к федеральному собранию, есть две важных детали, это то, что во время этого послания в зале не было ни Рамзана Кадырова, ни Николая Патрушева, почему, о чем это говорит, и тут, конечно, интересен ваш взгляд. Да, конечно, разбирать эту ахинею, конечно, нет смысла, потому что все уже ее разобрали, я на других каналах уже разобрал ее, и поэтому нам важнее теперь посмотреть какую-то кремлевскую закулису. За кулису, да, и вот кремлевская закулиса, все отметили, что не было двух значимых фигур в Российской Федерации, Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности, и Кадырова, Рамзан Кадырова. Значит, по версии Валерия Дмитриевича Соловья, который говорит, что вообще это не Путин, это войник, Путин умер 26 октября, и он говорит, что всем заправляет Патрушев. И тут вдруг сборище всей банды, основной банды, вот, вы, девушка у нас молодая, поэтому вы советские времена не помните, но, так сказать, для людей, которые чуть-чуть постарше, я им скажу такую штуку, что вот представьте себе, идет там при Брежневе какой-нибудь там 25-й съезд КПСС. 25-й съезд КПСС, в Кремлевском 20 съездов, собрали всех абсолютно туда, все члены ЦК, весь секретарь ЦК, политбюро, военные, там, ну, вообще, все руководство Совмина, Госплана, Госнаба, всякие там секретари Акомов, секретари Крайкомов, секретари, первые секретари Республик Советского Союза, и нет зав. отделом безопасности аппарата ЦК КПСС. Вот все в Кремле, а у него вдруг, значит, очень срочная работа, где-то там за 10 тысяч километров на другом конце земли, на Кубе, там вот и в Никарагуа образовалась. Шоп-контент. И как написал в твоем телеграм-канале генерал СВР, значит, типа Патрушев не захотел слушать двойника, типа терять время, два часа слушать эту Акенею всякую, да, вот, а поехал заниматься серьезными делами. Вот это те все люди, которые знают, как устроена кремлевская власть, они понимают, что вот это не работает абсолютно. Валерий Вячеславович и генерал СВР говорят, что Патрушев человек номер один. Номер один он всем заправляет, а все остальные это, значит, его марионетки. Так наоборот, если ты человек номер один, ты сядь в первый ряд и посмотри, как твоя Петрушка под твою дудку, под твои лекала, под твоим, все, что написано твоей рукой, значит, два часа рассказывает то, что ты ей написал. Вот, и поэтому, конечно, это не работает. Вот, там они, дальше уже какие-то люди у меня начинают в комментариях писать, ну, вы знаете, там важная встреча была, аж четыре главы государства, сначала на Кубе, значит, для Патрушева встретиться с умирающим Раулем Кастро, который еле ходит ему там 90 лет, вот, важнее, чем попиариться в Москве и показать, что он номер один. Дальше он встречается с таким же доходягой, этим самым, как его там, некоруганским лидером коммунистическим, Артегой, Даниэлем Артегой, и тоже, значит, показывает, что вот это ему важнее. Или там с Мадурой каким-нибудь венесуэльским, вот, это, конечно, не тянет. То есть это показывает о том, что, да, Николай Патрушев поехал на важную встречу, но эта встреча в рамках его обязанностей, как секретаря Совета Безопасности. Безусловно, важная встреча четыре, зависимых от Российской Федерации латиноамериканских государств, на территории которых можно разместить российские ракеты, поставить цирконы, искандеры, кинжалы и даже тополи, ядцы и прочие всякие штуки. Вот, да, конечно, все это можно обсудить с ними, но это не тогда, когда Путин в Кремле, ну, хотя теперь они делают не в Кремле, они боятся вводить народ в Кремль, они теперь это все делают в гостином дворе, когда настоящий Путин, а не вот всякие эти двойники, которых посылали в Мариуполь, которых вы показываете справа, вот настоящий Путин озвучивает свою предвыборную кампанию на ближайшие шесть лет. Перед выборами президента, и когда вся верхушка российской власти, абсолютно вся верхушка, посмотрите, все руководство Единой России, все лидеры политические, весь парламент, нижняя и верхняя палата, все губернаторы значимые, все журналисты значимые, все церковные деятели значимые, все военные значимые, они все собрались в одном месте, а Патрушева какого-то послали за 10 тысяч километров встречаться с умирающим Раулем Кастро и с умирающим Артегой. Кто поверит в то, что это какая-то важная вещь? Эта вещь, может, и важная, но он мог сказать, вот я вот сегодня, 1 марта, когда мы с вами записываем эту передачу, поеду с удовольствием встретиться с этими людьми. Там нет ничего срочного, что такого срочного там было такого, что у нас там завтра начинается какая-нибудь там Четвертая мировая война, что вот надо было срочно туда лететь. Нет, это никакой срочности не было, на два дня можно было это сдвинуть. Вот, так что это, конечно, был показатель на самом деле опровержения версии Валерия Дмитриевича Соловья о том, что Путин умер, и что Патрушев якобы является руководителем российского государства. Никаким руководителем российского государства Патрушев не является. То есть, ну, я имею в виду не то, что он не является важным чиновником, а руководителем. То есть, они же говорят, он всем рулит, все его слушаются, он хочет поставить своего сына. Я вам напомню, опять же, 4 месяца прошло с этого 26 октября. Если бы он собирался по-настоящему ставить своего сына и был по-настоящему руководителем государства, он бы в начале ноября сделал бы своего сына вице-премьером правительства, а в декабре назначил бы его премьером правительства Российской Федерации. Он этого не сделал. Вот, вместо этого они теперь говорят, вот двойник какой-то идет там, значит, на выборы. И тогда, когда двойник идет на выборы, Патрушев уезжает разговаривать с Раулем Кастро. С Раулем Кастро и с Даниэлем Артели. Вот, но у этой штуки есть еще подводные камни. А подводные камни, опять же, исходят из того, что нам озвучивал Валерий Дмитриевич Соловей, генерал СВР. Они говорили, что Пригожин, Евгений Пригожин настоящий, не погиб в авиакатастрофе, которая произошла 23 августа прошлого года. На самом деле там был двойник. И здесь, кстати, я с ними вполне себе согласен, потому что я тоже считаю, что в самолете настоящего Пригожина не было. Вот, но я думаю, что его убили до того или после того. Ну, я уверен, что его убили. Вот. Они говорят, нет, он живой-здоровый, он сидит в Венесуэле. Заметьте, в Венесуэле, у этого самого Мадура, в Латинской Америке. А в последних числах, в середине где-то января, они сказали, у нас есть, значит, суперинформация о том, что Пригожин исчез. А потом окружными путями, какими-то они сказали, что он переселился на Кубу. И готовится, типа, к выборам вернуться в Российскую Федерацию и устроить дешухер. Для того же двойника Путина и для Патрушева. И теперь получается, что Николай Платоныч едет на Кубу сначала, где, по идее, должен находиться, со слов Соловья и генерал СВР, Пригожин. А, значит, Рауль Кастро в этом, типа, не в курсе. Да, или как? Или он с ним заодно? Так, получается, что там, Патрушев встречался с Пригожиным? Пока вот все они там в Москве, главные, все первые лица, они, значит, слушали путинскую программу и готовились к выборам. А Патрушев за их спиной встречается с Пригожиным, с мятежником, которого, значит, объявили там государственным преступником и даже формально убили, вроде бы даже. Интересная очень история получается. А если не встречается, что кубинцы не знают, что у них на острове происходит, значит, кубинские органы безопасности, которые, в принципе, считаются довольно сильными органами госбезопасности, они ничего не в курсе, не контролируют, что у них там на острове происходит. Это я поверить не могу абсолютно. А дальше он поехал в Никарагуа и в Монагуа встречался с, значит, с руководителями, опять же, Кубы, Никарагуа, этой самой Венесуэлы, Боливии. Значит, и приехал человек из Венесуэлы, у которого там вагнеровцы на самом деле там ему помогали туда. И Николай Патрушев, опять же, там, что ли, в Монагуа встречался тогда с Пригожиным. Вообще, вы понимаете, как получается это такая штука, что получается, что на самом деле Патрушев никакой не глава власти, потому что он не находится там, где находится вся власть. А наоборот, он поехал, получается, плести какую-то интригу чуть не с Пригожиным. И, значит, получается, что новый государственный переворот готовит Патрушев с Пригожиным, значит, с Мадурой, с этим самым, с Артегой и с Раулем Кастро. Вот какая интересная ситуация сложилась у нас вокруг этого самого собрания, выставлено обращение Путина, которое по содержанию, конечно, оно никого не интересует. Это туфта, два часа и так далее. И, кстати, вы обратили внимание, что сразу после этого дела Такер Карлсон, который взял у Путина интервью, он облил грязью Путина, значит, в Американском средстве массовой информации и сказал, что, типа, больше туфты, чем Путин мне рассказывал про нацистов, я вообще в жизни никогда не слышал. И вот это тоже интересная штука. А что же случилось с Такером Карлсоном, что он стал обливать грязью Путина, которого он облизывал, которого, значит, он выдавал свое интервью чуть ли не за события века. Вот тут тоже интересная информация. Да, потому что когда человек, значит, вот такое интервью сделал, но потом понял, что на самом деле оно у него не получилось. Да, потому что, ну вот посмотрите, даже по цифрам он делал интервью с Милеем, с аргентинским кандидатом в президенты за месяц до президентских выборов. Милей тогда еще не победил никого. Да, он просто был растущий кандидат, популист, которому был большой интерес, но он еще власти никакой не имел. И Карлсон с ним сделал интервью. Оно тогда у него набрало 427 миллионов просмотров в одном твиттере. А Путин, который 24 года пугает весь мир ядерной войной, ведет, значит, эту самую войну кровавую против Украины и против всего света, да, он набрал всего 200 миллионов. То есть в два раза меньше, чем Хавьер Милей. То есть на самом деле это интервью, это было, ну, не скажу, что неудача, потому что неудачей было бы, если его посмотрело бы 10 миллионов. Вот тогда бы это было неудача. Причем понятно, что это для Атакера Калсона, потому что если наш с вами интервью даже посмотрит 10 миллионов, мы с вами будем счастливы и будем благодарить наших зрителей за то, что они нам оказали такую большую честь. Вот, ну, у нас, правда, миллионники с вами были, просмотры ролики, которые... Поверьте, правильно, Сергей, наше интервью посмотрело гораздо больше, чем 10 миллионов. Я вас спешу утешить в данном вопросе. Вот, значит, у меня версия вот какая по поводу Атакера Калсона, поскольку вы от меня все время требуете какие-то секретные версии, инсайды. Да, да, именно так. Следующее. О Атакеру Калсону либо не заплатили, либо не доплатили. Потому что он наверняка надеялся, что ему заплатят там миллионов 20-30-50 баксов. Плюс еще ему сделали такую рекламу, потому что, когда готовилось это интервью, мы с вами это дело обсуждали, это стало мировой новостью. Три дня его там все облизывали. А уж в России-то вообще Калсон пописал, Калсон покакал. Он вообще там смотрел, посмотрел вверх, посмотрел влево, посмотрел вправо. То есть его там описывали, ну каждый шаг там буквально чихнул, там еще чего-то такое, ну до смешного доходило. Да, и, значит, все смотрели, значит, все думали, ну вот сейчас интервью века. А получилось, в общем, неинтересная штука на два часа. И плюс этот хрен 30 минут про Ривриковича каких-то рассказывал. Что, в принципе, для истории родной страны интересно. Но Калсону это нафиг не нужно как малышу и как всем тем, кто живет на крыше. Вот, ну то есть в Америке это вообще никого не интересовало. Вот, и над ним все насмехались. Ну что ты слушал этого козла там, я не знаю, 25 минут, когда он тебе тук-тук какую-то лапшу на уши вешал. Вот, и, кстати, очень хорошая пародия украинцы делают на эту тему, как там, и Великий, что ли, как там там называется. Вот, он делал это интервью, где он и тот, и другой. Вот, и там такая лапша. И он, кстати, сделал потом второй номер два, потому что по, так сказать, по результатам этого интервью. Вот, и то есть моя версия в том, что Калсону либо не доплатили, ему сказали, ну хватит тебе, тебе, в принципе, и так, вы, знаешь, как мы тебя раскрутили, ты тебя там весь мир смотрел, там 200 миллионов смотрел в твою тук-тук в Твиттере, вот, хватит тебе, никаких денег не дадим. Вот, или дали ему мало, то есть он надеялся, что ему там дадут там миллионов 50, а ему дали там 100 тысяч, и сказали, будь доволен и так далее. И все, и он таким образом пошел зарабатывать дальше деньги в следующих, потому что вот теперь интервью, где он обливает Путина, оно уже стало виральным, значит, там уже народ смотрится, смеется, значит, распространяется по соцсетям. То есть вот такая тоже интересная штука произошла с интервью с Путиным. Да, и, конечно, мы не можем с вами обсудить, не обсудить похорон Алексея Навального. Подождите, Даша, мы с вами не закончили это самое интервью, потому что у нас еще Кадыров есть. У нас есть Рамзан Кадыров, который не появился на послании Путина Федеральному Собранию, и это тоже, кстати, важный вопрос, почему? Вот, а с Рамзаном Кадыровым, значит, опять же, вы с вами понимаете, что когда в этом месте сидят все губернаторы, и вдруг один какой-то губернатор туда не приехал, то чего, у него важные дела, что ли, да? Он там, я не знаю, расчесывал гриву своему коню, где-нибудь там в Грозном, в конюшне. Это было важнее, чем сидеть и пиариться, значит, в Кремле, в компании всех тех, кто являются, считают себя элитой, самой топовой элитой Российской Федерации. Нет, конечно, это не совпадение никакое. Вот, и информация попазла в следующее. Сейчас слухи в Москве существуют следующие, что Кадыров опять лежит в ЦКБ, что Кадыров, у него чего-то опять со здоровьем, и что его опять положили в ЦКБ. Вот, и, ну, не говорят, что он опять при смерти, и там, не дай, через несколько дней, не дай бог, помрет. Вот, но что у него какие-то там проблемы со здоровьем. Ну, в любом случае, если проблемы со здоровьем, значит, они настолько серьезные, что он не может физически приехать на важное мероприятие, важное мероприятие. А если у него нет проблем со здоровьем, то это еще хуже, потому что, получается, тогда он попал в явную немилость, потому что, если всех позвали, а его и Патрушева не позвали, значит, это очень плохой сигнал и для Патрушева, но и для Кадырова тоже. То есть мы можем предположить, что Путин таким образом развеял все слухи о том, что якобы это двойник, что на самом деле Патрушев все решает, и он показал свою власть, мол, тут все есть, а Патрушева нет, потому что я так посчитал, и Патрушев, в моем понимании, не имеет такого статуса, который он ему наделяет. Это, возможно, такая, да, как бы вербальный ответ Путина всем. Вот я вам сейчас покажу. Да, это именно так. То есть статус Патрушева и Кадырова понизился, скажем так. Да, не просто понизился, а просто уронился. Путин их, ну, как бы сказали там по тюремной терминологии, их отпустили просто. Их просто отпустили. Это очень неприятная штука такая. Вот, и больше того, вы знаете, на самом деле здесь нужно отдать должное Валерий Дмитриевич Толовью, генералу СВР. Потому что, когда они рассказывали эту историю про Патрушева и про Путина в холодильнике, на самом деле они работали не на Патрушева, они работали на другую группировку. Это может быть группировка Сечина, это может быть группировка кого-нибудь и другого, какой-нибудь другой Кремлевской башни. Но это не группировка Патрушева. И когда мы с вами это обсуждали, я вам говорил, что когда таким образом восхваляют Патрушева и рассказывают о том, что он всесильный, что он всем управляет и так далее, его на самом деле хотят закопать. И похоже, вот это как раз хвалить Валерий Дмитриевич Толовью, генералу СВР удалось. То есть на самом деле вот это была задача номер один, а на самом деле не совсем не та, которую воспринимали по номиналу люди и говорили, что вот им рассказывают там какой-то настоящий инсайт. На самом деле задача была утопить Патрушева, и это им удалось. То есть та же схема, которая и произошла из Пригожина. Когда ему посоветовали, подстрекали его пойти на Кремль против силовиков, против Министерства обороны, Генштаба, он пошел, а Путин воспринял это как угрозу, и Пригожина ликвидировали. И все это было сделано для того, чтобы возвысить Пригожину, чтобы потом его ликвидировать. Точно так же с Патрушевым. То есть сейчас вообще Патрушева ждет какой-то такой черный период, как вы считаете? Да, его может ждать черный период, но вы знаете, здесь нужно сразу оговориться, потому что Путин на самом деле очень не любит менять коней на переправе. Ему очень комфортно жить с одними и теми же милицами. И вот я вам напомню, помните, 21 февраля 22 года, как он унижал Нарышкина. Конечно. Публичный унижал, там все на нем потом издевались и говорили. Но тем не менее, вот прошло 3 года, нет, 2 года, а Нарышкин там, где был, там и есть. Вот. И в этом смысле Путин наоборот, Путин садист. Ему очень приятно, как раз вот это то, что я вам говорил, когда человек по-настоящему считает себя начальником, ему очень приятно, когда ты унижаешь человека, а потом этот человек каждый день к тебе ходит и должен тебе выказывать знаки доверия, знаки уважения и так далее. То есть на самом деле он обожает это дело. Это издевательство, унизить человека, а потом его заставлять тебе же приходить и лизать задницу. Вот. И поэтому, конечно, Путин, Патрушева, скорее всего, не уволит никуда. Он просто его отодвинет слегка. Вот такая же штука была, кстати, с Сечиным. С Сечиным одно время, когда они с кем-то там, я уж не помню, то ли с Чемизовым, то ли еще с кем-то бодались и устроили войну между собой, Путин их не то, что наказал, а он их отругал обоих и отдалил от себя обоих. И одного, и второго. И вот Сечин тогда несколько лет он, значит, плакался, что вот, типа, меня не пускает, Путин не звонит, на телефонные звонки не отвечает, в баню не зовет, значит, не берет в поездки с голым тосом с Шойгу в тайгу, вот и так далее. То есть на самом деле вот это, то, как работает Путин, он не увольняет человека, он делает хуже, он этого человека оставляет, но отдаляет от себя. И этот человек сидит в приемной у Путина и видит, как другие люди к нему заходят, а он сидит, 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 а ему все время говорит, подождите, обождите. Вы по процедурному вопросу обождите. Вот. И это самое главное издевательство. Я кому-то из ваших, из ваших коллег даже привел такой пример. Это, вы знаете, самое страшное наказание в Японии. В Японии, когда хотят человека вообще умизить самым жутким способом, вот на него там не кричат, ничего, не надо ничего этого делать, нет. Его не увольняют, его хуже. А ему оставляют должность в корпорации, например, и он приходит в пустой кабинет, а там нет ни телефона, ни одной папочки, ничего, и он должен сидеть с девяти до шести, ничего не делая, но он не может оттуда уйти. И вот люди обычно там кончают самоубийством, потому что это страшнее вот в Японии, этого нет, потому что одновременно вся корпорация понимает, что вы прокаженный, и то есть когда вы выходите там в столовую, к вам не садится никто за стол, с вами никто не здоровается, к вам вы становитесь абсолютно прозрачным человеком, вас не видят, проходят мимо вас, смотрят в другую сторону, и вот страшнее этого наказания в Японии нет. Вот Путин, он такой же, он это понял, как издеваться над людьми, и поэтому я не думаю, что Патрушева уберут, ну, кстати, могут и убрать, но я не думаю, что его уберут, вот, а наоборот, Путин не будет издеваться, но отдалит от себя. Вот сейчас он его отдалил на десять тысяч километров. На десять тысяч километров. Да, это, конечно, тут, друзья, мне кажется, напишите просто в комментариях, что вы об этом думаете, нам интересно ваше мнение. С Сергеем напишите в комментариях, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал, если вы традиционно смотрите нас, телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. И, конечно, мы не можем не поговорить с вами о похоронах Алексея Навального. Вот Александр Небзоров высказал, что, помимо всего прочего, похороны Навального стали демонстрацией запредельной трусости российской элиты. Из людей крупного калибра на нее отважился прийти лишь один человек, Ройзман. Один, написал Небзоров. И понятно, что люди кричали и Путин убийца, и нет войны, и мы за Навального, и даже героям славы. Как вообще вы оценили на самом деле ожидания, российская оппозиция, реальность? Как вообще вы оцениваете похорон Алексея Навального? Я знаю, что в Украине это не очень популярная тема, потому что считается, что, в общем, это как бы тема российская, и что Навальный в общем не самая популярная в Украине фигура, потому что у него были разные высказывания по поводу Крыма, по поводу Украины. Вот, но я вам вас должен вам должен сказать всем нашим украинским зрителям, что Навальный это самая большая красная тряпка для Путина. То есть вот человека, который больше, чем Навальный, злобил бы Путина, выводил из себя, в Российской Федерации нету. Был такой человек раньше, до Навального, его звали Борис Немцов. Его убили 9 лет тому назад, в 2015 году, точно так же, как Навального. Но его даже убили там показательно, прямо на Кремлевском мосту, буквально там напротив Кремля, и оказалось, что в этом месте, где работают камеры наблюдения ФСО и ФСБ, они все оказались отключенными, потом нашли каких-то чеченцев, но все поняли, что Бориса Немцова убил Путин. Кстати, была еще политическая фигура, был еще Борис Надеждин, который пришел, и скорее всего Дунцова, которые приходили на похороны Навального, их там видели. Вот, дальше, и поэтому похороны Навального, на самом деле, это очень важная вещь, потому что они произошли на следующий день после обращения Путинского к Федеральному собранию. Причем, они должны были проходить 29 февраля, а их перенесли специально власти, перенесли на 1 марта, чтобы они не сочетались с Путиным, потому что я вам должен сказать, что вот вчера, когда выступал Путин в четверг 29 февраля, эту штуку не показало практически ни одно мировое агентство, а если показало, то таким проходным, то есть, ну, Путин выступил, ну, сказал, и самое главное, что все мировые агентства взяли только одну, один кусочек, что Путин погорзил ядерным оружием всему миру, и все вот это дело обсуждали, я там, я вчера был на двух телеканалах французских, где обсуждали это дело, плюс еще бельгийский канал мне там написал, плюс еще Квебек какой-то звонил там и так далее, вот, но никакого огромного покрытия этого там, никто не транслировал два часа, никто не слушал это о кинею, потому что никому это не интересно, вот даже на специализированном французском канале показали там минут 15 первых, а потом просто отключили, потому что уже начали обсуждать уже там и так далее и другие всякие вопросы, а вот похороны Навального сегодня транслировали абсолютно все мировые каналы, абсолютно все, во всех странах, я специально посмотрел по американским, по англичанам, по немцам, по французам, абсолютно все и практически в режиме онлайна от начала до конца, то есть на самом деле действительно стало событием, потому что Навальный, конечно, это огромный символ Путина, и самое главное, вы знаете, вот по поводу этих похорон, власти не решились, во-первых, их отменить, да, они загнали это все дело вот на какой-то там юго-восток Москвы, там за 25 километров от Кремля, значит, в это Марьино, в это Борисово, вот Борисово, значит, в маленькую церквушку и, значит, и рядом на расстоянии 3,5 километра одна станция метро, значит, кладбище, Борисовское кладбище, тоже маленькое кладбище, в общем, такое, но очень важные вещи произошли вот какие, во-первых, на этом кладбище Навального похоронили прямо вот справа на входе, то есть, это получилось, что это стала могила номер один на этом кладбище, вот так хоронят на самом деле знаменитостей, да, вот так похоронили Высоцкого на Ваганьковском кладбище, потому что его тоже, вот вы заходите на Ваганьковское кладбище и прям по середине там первым номером стоит памятник Высоцкому, и с Навальным получилось примерно то же самое, вот когда умер Высоцкий в 80-м году, это было там летом, во время и сразу после Олимпиады, то никаких сообщений о том, что Высоцкий умер, не было в Советском Союзе, и тем не менее на Ваганьковское кладбище пришел миллион москвичей, миллион там был, вот, и продвинуться что вообще невозможно было. Лето, все в отпусках, вроде Олимпиады какая-то и миллион людей, а Высоцкого вообще же его не издавали, практически дисков никаких не было, но в каждой семье была обязательно магнитофонная запись песен Высоцкого. И вот с Навальным мне кажется, что власти путинские ошиблись, потому что они хотели развести церемонию отпевания и покороны, разнести, сказали себе ну три с половиной километра народ не пойдет устал и так далее там далеко и на самом деле ничего из этого не получится. А получилось абсолютно обратное. Получилось так, что народ собрался сначала у церкви у этой в Марьино, а потом до кладбища три с половиной километра и получилось, что получилась манифестация, получился крестный ход, получился как бы похоронная процессия, причем огромная процессия, то есть там в самом узком месте это человек по пять вот так вот ряд друг с дружкой стояли рядом, а в широких местах там по десять, то есть я так оцениваю, что ну тысяч сто или даже двести тысяч вообще пришло вот на эти похороны. Вот, и как вы правильно говорили, что в принципе там не было почти никаких плакатов, потому что это заранее оговорилось с властями, что это не должно стать митингом, Песков там говорил, значит, что не надо нарушать закон, то есть все с цветочками пришли, вот, но на самом деле и скандирование было, и в том числе там и Путин убийца, и Путин долой, и войне нет там и так далее, и на самом деле это Путину первый раз показали, после, кстати, очередей с подписями за Надеждина, насколько в Москве много сторонников Навального, и насколько в Москве много противников у Путина, то есть на самом деле я вот даже немножко пособачился своими коллегами экспертами французскими, которые там некоторые из них говорили, что ну в Российской Федерации нет оппозиции, я говорю, а у вас чего это глаза не напротив дырок что ли в голове находится, вы что не видите, если в одном месте собирается 200 тысяч человек, когда запрещены все митинги, когда запрещены всякие вещи, и люди, 200 тысяч человек пришло, не боясь ничего, хотя там полиции нагнали, сколько угодно, зэки, зэки эти нагнали и так далее, у вас что, глаз нету что ли, вы не понимаете, что это оппозиция антипутинская, и что это манифестация антипутинская, а следующий символ очень меня, который потряс, потому что мы с вами люди телевизионные, и у нас взгляд телевизионная камера, и то, и другое, и церковь, и кладбище показывали из-за забора, и картинка получалась такая, ограда железная, а за ней картинка идет, то есть получается, страна, которая живет в железной клетке, в судебной клетке, вот такие же клетки, как в суде, выводят обвиняемого, когда его там судят, похороны строгого режима, Сергей, ноги написали. Строгого режима, похороны в клетке, похороны и отпевание в клетке, вот что это было, и это такая символика, так здорово, и, конечно, Путин очень сильно просчитался, потому что надо было, если уж ты такой крутой мужик, то надо было тогда не отдавать тело, и тянуть с ним, и говорить, что у нас там мы его исследуем, это зайдет много времени, потому что сложная экспертиза и так далее, но когда Путин это разрешил, а не разрешить он не мог на самом деле, потому что мама Навального, старая женщина, пожилая женщина, приехала за полярный круг и сказала отдайте мне сына, по христианскому обычаю нельзя было, хотя над ними издевались, над ней издевались, ей говорили не отдадим сына, мы его похороним втихаря, вот ты будешь знать, но никому говорить нельзя, а не захочешь, тогда он тебя сгниет, потому что тело разлагается, мы отключим холодильник, морозильник, и не получишь сына, а получишь только косточки и все, сгниет он. Вот, она на это дело не пошла, рассказал тут же в сетях, и они вынуждены были отдать ей тело, хотя, кстати, заместитель начальника получил новое воинское здание звание, а следователь, который занимался делами по Навальному, следователь, вожак, значит, по особо важным поручениям, получил повышение и теперь стал заместительным начальником какого-то управления в Следственном комитете. Вот, а дальше начали издеваться в Москве, потому что в Москве ни одно помещение не согласилось для сторонников Навального устроить похороны и прощание, прощание перед похоронами. Не нашли помещения ни одного. Дальше, значит, искали кладбище и вот сегодня даже чуть ли не до часа дня по Москве не отдавали тело для того, чтобы его везти в церковь. Вот, и так далее. То есть, на самом деле, конечно, мы ждали, то есть, я думал, что, вот, вы знаете, я приятно был удивлен, потому что когда Навальный умер, то, в общем, цветочки выносило, ну, несколько сот человек в Москве, может, по всей России, там, ну, тысяч десять, наверное, тысяч десять, ничего, да, когда мы с вами обсуждали башкирские дела, там, только в одном башкирской деревне собралось пять тысяч человек, чтобы там отбодать какого-то своего активиста, когда его судили. Вот, а тут Навальный такая фигура заметная и всего лишь там несколько тысяч человек по всей России. Ну, вот, на похороны совсем другое дело. Причем, и еще одна очень важная деталь. Вы знаете, если вы посмотрели бы картинку, то вы обратили внимание, что все люди, которые приходят, то есть оппозиционеры, они пришли все с открытыми лицами. Все идут, нормальные люди, значит, одеты как нормальные люди. Ну, там холодно у них, конечно, то есть там одеты по-зимнему, но все с открытыми своими лицами. А все менты, все в этих самых масках. Вот, казалось бы, власть, она же власть, да, то есть она же крутая, она же там делает все, что хочет, а они все в масках, они все боятся показать свое лицо, потому что они знают, что когда режим сменится, их всех будут судить, их всех будут увольнять из этих органов, их всех будут сажать. Все, что было после смерти Сталина, потому что после смерти Сталина, и даже, кстати, во время правления Сталина, Ежов расстрелял, Егода расстрелял Меньжинского, Ежов расстрелял Егоду, Берия расстрелял Ежова, потом расстреляли Абакумова и там еще кого-то, я там не помню, а потом расстреляли и Берию. То есть на самом деле все те, кто издевался над народом в качестве руководителя органов госбезопасности, их всех расстреляли в итоге. А там вот того же там Судоплатова и прочих всяких следователей, их всех пересажали. И они все знают, что их посадят. И больше того, они знают даже, что вот если ты не наденешь маску, то когда поедешь ты домой, тебя еще вот в темном углу где-нибудь там в твоем Бибереве каком-нибудь там, да, и в кальковой собакине тебе могут еще морду набить, а могут даже там и шилом пнуть куда-нибудь куда не надо. И поэтому они все боятся и получается, что якобы всесильная власть российская, она вся в масках, а якобы несуществующая оппозиция, она вся с открытыми лицами. Сергей, вот в завершение хотел бы вас спросить, похорон Алексея Навального, убийство Алексея Навального, станет ли оно отправной точкой к каким-то изменениям внутри России? Или это еще как бы больше зацементирует кремлевский режим? Никто сказать не может, абсолютно никто сказать не может. У меня ощущение, что в любом случае это станет символом, то есть это очень значимое событие, потому что еще вот тоже там какие-то мои люди французские говорили, ну вот это не показывали все по телевизору и там россияне не услышали. Все услышат россияне. Россияне смотрят, кстати, ваши украинские каналы, россияне смотрят мой канал, вот у меня на моем канале половина зрителей из России, да, то есть они все узнают, они все узнают, они знают, как мы к этому относятся, то есть на самом деле, и вот я сегодня смотрел это в прямом эфире на русскоговорящих каналах, там Deutsche Welle, Дождь, Навальный, там Грэм, там Пятое и Десятое, там их было, ну десяток каналов, которые транслировали это, и на Дожде было вот постоянно, ну цифра там около двухсот тысяч, а это значит, что когда там три часа или четыре часа выкрутить такую трансляцию, то в итоге получается, ну миллионов там десять, наверное, будет просмотров, вот, а если собрать все каналы, кто там миллион двадцать, тридцать, наверное, это дело посмотрели, то есть это вполне себе сравнимо с каким-нибудь там телевизором, который смотрит сейчас гораздо меньше, Соловьеву уже никто не смотрит, Скобеева никто не смотрит, они все опустились в рейтинге, ну их там какие-то там старушки сумасшедшие Совковые смотрят, вот, а остальные просто предпочитают смотреть развлекаловку, то есть на самом деле это все равно, это стало событием, это стало международным событием, и это будет обязательно вот так же, как смерть Немцова, смерть Навального, это эпохальное событие для Российской Федерации, а вот когда это грянет, непонятно, ну обычно, знаете, как это бывает, вот если, допустим, после похорон начнется какие-нибудь там спонтанные митинги, и вот их начнут разгонять вдруг, и не дай бог там чего-то там случится, там переломает кому-нибудь там кости, руки, ноги, или может быть даже там кровь какая-то прольется, вот тогда это может бабахнуть и посерьезнее. Друзья, мы сегодня с Сергеем Жирновым обсуждали визит Патушева в Латинскую Америку, почему Кадырова и Патушева не было на послании Путина федеральному собранию, это некая конспирология, жив ли перегожен или нет, ну и, конечно, обсудили важное событие, это похорон Алексея Навального, рефлексию оппозиции, есть ли российская оппозиция, как она будет действовать, прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на YouTube-канал Сергея Жирнова, подписаться на мой YouTube-канал Даша Счастливая, если вы традиционно смотрите нас, телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться, выскажите ваше мнение, нам интересны ваши комментарии, мы всегда их читаем, Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и внешней разведки, всегда со своим инсайдом, нетривиальным, действительно, его инсайды, я бы сказала, так редко кто дает, Сергей, благодарю вас и до встречи уже на следующей неделе с новыми секретными информационными потоками. Спасибо.